Валовый сбор превысил 5 миллионов тонн. И таких сюрпризов строители получили немало, когда приступили к капремонту школы в поселке Углегорском Тацинского района. Выяснилось, что и несущие конструкции повреждены, и трещины по стенам. Неудивительно. Здание постройки середины прошлого века ни разу капитально не ремонтировалось. Теперь проблема решается. Сюда по распоряжению губернатора из областного бюджета направлено больше 106 миллионов рублей. С ходом работ Василий Голубев знакомится лично. Им приходилось ездить в другие школы района, пока своя на ремонте. Но работы уже близятся к завершению. И в этом году ученики вернутся в родные обновленные классы. На данный момент выполнены работы по усилению несущих конструкций. Это фундамент, это стены в подвале. Это ведется установка кровли, центральная часть. Это замена оконных блоков и дверных блоков. Тацинский район получит в этом году и новую поликлинику – модульную. Ее установка на территории ЦРБ в финальной стадии. 90% готовности и уже завезено оборудованием. В сентябре этого года объект будет завершен в полном объеме с учетом оснащения оборудования, мебелью. И Тацинцы получат новое медицинское учреждение со всеми необходимыми услугами. Тем более, что она уже создается изначально как бережливая поликлиника. Чуть позже мы приступим к реставрации старой поликлиники. Дворец спорта в Белой Калитве уже вышел из капремонта. Зданию потребовалось основательное укрепление. На строительно-монтажные работы из областного бюджета выделено 290 миллионов рублей. Еще 50,5 – на закупку оборудования. Качество работы и спортинвентаря проверяет глава региона. К ремонту здесь приступили в августе 2018-го. Все шло по плану, а вот в 2019-м начали отставать от графика. И только после вмешательства губернатора работы на спортивном сооружении были ускорены. Раньше было меньше места и потолок был меньше. Нужно было зеркало, чтобы смотреть, есть ли растяжка или нет. Я нахожусь сейчас на Донском поле, в Белокалитвенском районе. Вот сзади меня идет уборка урожая. О ходе уборочной кампании Василий Голубев докладывает министру сельского хозяйства страны Дмитрию Патрушеву. На Дону уже обмолочена почти половина площадей зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор превысил 5 миллионов тонн. По качеству 90% собранного зерна – это третий и четвертый класс. По оценке наших селян, мы сегодня гарантированно соберем в первой части уборки больше 10 миллионов тонн. В уборке задействованы около 11 тысяч зерноуборочных комбайнов. И 10 тысяч из них выпустил Росельмаш. Делать ставку на ростовского производителя – это один из донских приоритетов Василия Голубева. Глава региона оценил обновленный модельный ряд и провел тест-драйв нового мощнейшего формоуборочного комбайна. Лучшим в труде были вручены государственные и областные награды. В ближайшие пять лет Росельмаш планирует инвестировать в развитие производства около 17 миллиардов рублей. Новые проекты дадут 500 рабочих мест. В марте следующего года будет заложен первый камень нового тракторного завода. Региональные меры поддержки остаются. И совсем недавно мы их модернизировали, добавили поддержку для тех, кто покупает трактора, произведенные на заводе. За последние несколько лет за счет региональных мер поддержки 2000 комбайнов приобрели селяне Ростовской области. А сегодня эти комбайны убирают неплохой урожай. Техника не только сельскохозяйственная, но и медицинская. В центре внимания главы региона. Защита здоровья людей – один из донских приоритетов Василия Голубева. Носилки жесткие, мягкие. Набор фельдшера, набор врача. Чего не хватает? Все достаточно. Все достаточно. В новых скорых действительно всего достаточно, чтобы спасти жизнь пациента на подъезде к больнице. Реанимобили используются и при серьезных ДТП, и для транспортировки тяжелых больных на большие расстояния. Ключи от 25 спецавтомобилей вручает глава региона. Транспорт отправляется на дежурство в 10 городов и районов области. Сам автомобиль, он достаточно просторный, высокий потолок. То есть, позволяет и медицинскому персоналу там, в общем-то, себя очень комфортно чувствовать и подходить со всех сторон пострадавшему. И удобство для транспортировки пациента. Работа по замене медтранспорта будет продолжена. Деньги на эти цели предусмотрены в областном бюджете. Кроме того, жители региона в губернаторском проекте «Народный совет» проголосовали за новые скорые. И теперь на их закупку дополнительно направлено больше 200 миллионов рублей. За реализацией нацпроектов в городах и районах области продолжают следить группы губернаторского контроля. Одна из них во главе с заместителем губернатора Виктором Вовком инспектировала шахты и Новошахтинск. Отдельное внимание уделили строительству начальной школы. Здесь еще очень много работы. За то, что я вижу сейчас, здесь очень много работы. И для того, чтобы даже завершить в ноябре, нужно очень серьезно работать и трудиться. Сколько человек сейчас на строительстве? 40 человек. Это вам мало. Подрядчикам ускорится местной администрации брать объект на контроль, требует Виктор Вовк. И обещает пристально следить за строительством. Группы контроля – инициатива губернатора. Такие визиты позволяют отслеживать реализацию важнейших инфраструктурных и социальных объектов на Дону. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...